В аппарате вице-премьера России Дмитрий Чернышенко сообщает, что сегодня только лишь 6% жилищных компаний от общего числа внедряют методы искусственного интеллекта в сфере ЖКХ. Использование таких технологий должно снизить стоимость коммунальных услуг и дать существенный экономический эффект, в том числе и для граждан, добавляют в аппарате вице-премьера. Там также уточнили, что с внедрением подобных приборов учёта обновляется инфраструктура и снижается риск аварии. При этом методика расчёта стоимость услуг в сфере ЖКХ будет скорректирована. К слову, информационный портал «Известия» узнал, что в платёжках за ЖКУ появится новая строка об оплате установки, проверки или замены умных счётчиков. В свою очередь, издание «Коммерсант» ещё в июле этого года сообщало, что Минстрой предлагает включить в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание цифровой инфраструктуры, включая установку умных приборов учёта. Ранее звучала версия, что правительство может обязать оборудовать умными счётчиками воды, газа и электроэнергии все строящиеся многоквартирные дома в стране. Однако, федеральная антимонопольная служба выступила против изменения принципов расчёта платежа.